В Фикс Прайсе продавался Геалурол ЗД, им я пользовалась тоже от отеков. Я, конечно же, загорала до степени прожарки максимальной, соответственно, я практически обуглилась. Но сезон открыл, и это хорошо. Приехали отдыхать, и напоследок решили купить очень вкусный арбуз. Купили, покушали, отравились всей семьей. Мне тяжело дышать, не хватает воздуха, очень сильно плохо переношу жару. Привет, дорогие мои, с новым влогом вас. Сегодня начнем мы с вами, знаете, с чего? С небольшого ухода моего, который сейчас я использую дома. Часто спрашиваете, я все чуть никак не покажу вам, хотя это дело. Смотрите, у меня вот такой приборчик есть. Вы спрашиваете, чем я ухаживаю за лицом. Вот сейчас практикую вот такой прибор. Это бренд Deli, израильский производитель, у которых есть различные приборы для домашнего ухода за кожей. Дарсонвали, массажеры, фотоэпиляторы и так далее. У меня вот такой приборчик. Здесь EMS и LED-терапия. Что это такое? Это вот такой вот интересный маленький приборчик, который заряжается. У него здесь USB-кабель есть, мы его с вами включаем. Здесь есть разные режимы. Я выбираю, как правило, все вместе. EMS – это электрическая стимуляция мышц. И LED – это световая. Здесь различный свет. Красный, желтый, синий. Самый мощный – это красный. Так, ну давайте. Так, использовать можно любую на водной основе проводящую сыворотку, которая подходит вам, которая у вас есть. У меня сейчас это корейская. Можно специальный гель для этого использовать. Но я вот использую обычную сыворотку, да. Мне, в принципе, достаточно. С чем борется этот приборчик? Давайте еще вот так вот нанесем. Этот прибор борется с потерей коллагена в вашей коже, с пигментацией, с отечностью, что немаловажно. Так как, вы знаете, я частенько могу скушать какую-нибудь плюшечку на ночь, да. А утром проснуться китайским пчеловодам. Здесь, значит, что мы делаем? Наносим сыворотку и... Ай, глазик дергается. И здесь происходит как световая терапия, так и электрическая. То есть под воздействием сокращаются некоторые мышцы, да, на которые мы производим воздействие. Происходит такое приятное покалывание в тканях. Я выбираю обычно для себя режим, где все включено сразу. То есть это и световая, и электростимуляция. Что помогает этот прибор сделать? Во-первых, избавиться от пигментации постепенно. Во-вторых, вернуть коллаген в кожу, да. Ну и в-третьих, просто, ну, честно говоря, если эти процедуры делать в салоне, то, ну, потратите вы сильно больше, да. Сейчас, по-моему, не те времена, когда хочется особо тратиться. В случае того, если ты самостоятельно дома можешь все это сделать. Ну, в общем, таким образом я и поступаю. По массажным линиям нужно делать 2-3 раза в неделю по 15 минут. Вот таким вот образом мы с вами омолаживаемся в домашних условиях. Ну, кому омолаживаться не нужно? Просто, чтобы кожа не теряла коллаген. Так интересно, такие ощущения необычные, когда чувствуешь, как мышцы сокращаются. И световую, конечно, ты не ощущаешь никак. А вот именно электростимуляция, она чувствуется прям, знаете, воздействие на какие-то нервные мышечные окончания, да. И это прям чувствуется. Приборчик этот заряжается. Много места не занимает. Дарсонваль у меня есть. И такой прибор мне тоже, как бы, знаете, не помешает. А, смотрите. Раз. Так интересно. И бровь, тадам! Поехала. Вот это как раз-таки та самая электростимуляция. Классно. В описании под видео я вам оставлю ссылочки. Кому захочется такой же приборчик, как у меня, пожалуйста, приобретайте сыворотку. Можно использовать абсолютно любую. Вплоть до того, что, знаете, помните, в Фикс Прайсе продавался Гиалурол ЗД. Им я пользовалась тоже от отеков. И, в принципе, мне очень нравилось. Он действительно помогал. Он был на водной основе тоже, да. Гиалуроновая такая сыворотка. Сейчас я его не вижу, но, по сути, можно что-то типа него использовать. Я к тому говорю, что не обязательно покупать дорогую сыворотку. Но так, в целом, я как раз-таки вот сейчас и делаю курс, процедур себе. Позволяет еще избавиться от морщинок, что немаловажно, девочки. Неровного цвета лица. Пигментации. Хочу все это попробовать. Пройти прям несколько курсов. Но мне интересно, знаете. И вместо того, чтобы платить какие большущие деньги в салоне, как сейчас это все стоит вообще, я не знаю, как в других городах, но у нас вот в курортных городах, да, особенно летом, мне кажется, цены взлетают до небес на все. С учетом того, что все рассчитывают на то, что, знаете, отдыхающие привезут, много денег и все остальное. Все как-то поднимают цены. Но я предпочитаю периодически, вот, допустим, как я и говорю, фотоэпилятор, дарсонваль, вот такие вот всякие штучки. У меня это все есть дома. Мне не нужно никому за это платить. Я один раз купила и спокойненько все эти процедуры делаю дома самостоятельно. Вот и все. Я не всегда, кстати, знаете, там указано в инструкции, что нужно вот такими круговыми движениями по массажным линиям. Я не всегда делаю это именно так. Иногда я просто вот, ну, по тем же массажным линиям, но провожу не круговыми движениями, а вот таким вот образом. Ну, знаете, я человек, который… Я и соблюдение инструкции – это параллельные вселенные. Так покалывает интересненько внутри, знаете, особенно когда вот где-то на подбородке, видимо, какие-то чувствительные есть участки, где особенно это все чувствуется. Использовать можно разные режимы, как только LED, так и только электростимуляцию. И каждый свет по отдельности, но я предпочитаю сразу, вот сразу, сразу все, чтобы уж если воздействие было, то было. И да, я заметила, когда, если я напилась водички, наелась чего-то мучного, и утром я в зеркале лицезрею китайского пчеловода, довольно неплохо помогает это устройство мне справляться с отечностью. Так что, девочка, у нас заметку. Так, сыворотка практически впиталась, совсем чуть-чуть осталось. Ну, я делаю до впитывания сыворотки. Вот, смотрите, видите, как это все выглядит. А ну-ка, видно вам? А, глазик, смотрите, да? Та-дань! По щелчку в 3.15. Та-дань! Таня пересмотрела тикток, называется. Вот, так что, знаете, полезно иногда потратить на себя любимого времечко, еще и денежку сэкономить. Классно! Так что, переходите, девочки, по ссылке, смотрите, выбирайте для себя необходимое устройство и ухаживайте за своей красотой самостоятельно. Все. Там дальше, как хотите. Если у вас был проводящий гель, его можно смыть. Если у вас была какая-то сыворотка, вы можете ее не смывать. Я предпочитаю смывать даже сыворотку, честно говоря. Я не люблю, когда на моем лице много чего-то. Так, все. Заканчиваем работу, выключаем приборчик. Вот так он, к слову, выглядит. Видите? Проводящие металлические штучки. Здесь зарядка. В комплекте есть USB-зарядное устройство. То есть, когда мы обработали, сделали все, что мы хотели, закрываем вот такой вот штучкой и убираем все это в коробочку. Здесь у нас с вами есть инструкция на русском, на английском языке. То есть, не ошибешься, не запутаешься. Тут все тебе сказано, рассказано. Также у меня есть тут гарантийный талончик. Все в порядке. Все. Навели высоту. Поехали дальше. Класс. Как я удачно поставила телефон. Так, что? Девочки, у меня, значит, в Яндекс.Дзене, насколько вы помните, если вы помните, если не помните, то тогда просто знайте. Я сделала канал на Яндекс.Дзене. Там сейчас есть пост, под которым в комментариях вы мне можете задавать вопросы для видео. Ответы на вопросы, которые я буду снимать, потому что вы хотели, вы просили, я сделаю. Поэтому проходите в Яндекс.Дзен, подписывайтесь, конечно же. И там можете оставлять свои вопросы. Несколько вопросов там уже есть, но этого мало. Поэтому я жду, когда они насобираются, чтобы я могла полноценное видео снять и ответить, собственно, вам на ваши вопросики. У нас жаришка, девочки. Жара, духота. Намечаются грозы, но как-то так не очень. Я побывала такие на пляже, чтобы вы понимали. Я открыла сезон 30 или 30 июля, или 31. То есть я искупалась в первый раз за лето. Представляете? И, конечно же, как это и водится, попав на море, я, мы с мамулей туда ходили, я, конечно же, загорала до степени прожарки максимальной. Соответственно, я практически обуглилась. Но сезон открыла, это хорошо. В предыдущем видео вы можете это увидеть. А сейчас еду по делам, поснимаю вам немножко красоты. Ну и, в общем, с новым влогом. Девчонки, по-прежнему в дороге, по делам. И что я вам хочу сказать. Сейчас читала некоторые комментарии под предыдущим влогом. И вы там спрашиваете некоторые, в Суко я теперь живу или что? Да, я сейчас в данный момент живу в Суко. У меня там есть квартира, поэтому на данный момент я живу там. Следующий вопрос был. Что такое сапы? Тоже, исходя из предыдущего влога, где я ходила на море, да, я говорила, что хотела покататься на сапах. Сапы – это сапборд. Это такая доска надувная, да, она надувается. Она немного похожа на серф. Ну, как бы, только зрительно, господи, я даже заикаюсь. Только внешне она немножко похожа на серф. И называется сапборд, сокращенно сап. То есть это вот такой где-то толщины доска разного размера, разной там ширины, плотности и так далее. Для того, чтобы просто на ней кататься. Кататься с веслом. Вот по морю. Такая вот история. И именно на ней я хотела покататься. Я не то, чтобы прям опытный, бывалый пользователь. Но в прошлом году я пару раз на ней каталась. И это довольно-таки интересное занятие. Ничего экстремального. Просто по спокойной воде желательно рано утром, чтобы не обгореть, не обуглиться. Ты плаваешь просто. Ну, прекрасно. Можешь поплавать рядом с ней. Но обычно она пристегнута к щиколотке определенным там креплением на липучке. И на ней ты плаваешь или рядом с ней там можешь окунуться тоже. Вот. Я прям даже далеко на ней заплывала, с учетом того, что я боюсь глубины. И вообще, знаете, я такой пловец. Я плаваю только там, где достают мои ножки. Так что я тот еще местный житель моря. Плаваю плохо, на море бываю редко. Так что вот. Ответила на вопрос. Друзья мои, я в дороге. Но почему-то мне захотелось выйти и поснимать вам тут кое-какую красоту. Во-первых. Просто кто здесь был. Это, знаете, всегда такого рода точки у нас встречаются здесь. И очень красиво сейчас на полях. Я покажу сейчас, о чем говорите. Во-первых. Арбузики у нас тут по 8 рублей. К слову, об арбузиках. Так, меня сейчас задавят. Ладно, я перейду. К слову, об арбузиках. Я ходила, когда сейчас к врачу, дабы там проверить витамины свои, пропускала мимо своей очереди. То есть раньше себя, людей, семью из Краснодара приехали отдыхать. И напоследок решили купить очень вкусный арбуз. Купили, покушали, отравились всей семьей. Муж, жена и маленькая дочка трех лет. Так что с арбузиками вопросы. А вот такие вот точки у нас классные. Мне нравятся. Вот эти тапочки, кстати, я люблю. Я покупала в этом. Не помню, в Кисловодске или где я покупала. Но просто что-то мне захотелось вам это показать. Но арбузы, кстати, похожи на местные. Но я не ела и не планировала. А вообще показать я вот что вам хотела. Смотрите. Я не знаю, как у вас. А у меня вот эти поля с сеном вызывают какие-то очень теплые чувства. Я просто обожаю. Я все хочу. Вы знаете, вот как та история с Парижем. Сегодня снова хочу в Париж. А ты что там была? Нет. Вчера уже хотела. Вот у меня такая же песня с этими полями. Я очень хочу сделать какую-то красивую фотосессию именно с вот этим сеном. Но я, судя по всему, в этом году опять не успеваю. Потому что его скоро уберут. Но вы просто посмотрите, какая это романтичная, красивая красота. Невероятная. Просто. Я не знаю. Я обожаю. Я когда еду и вижу вот эту красоту, у меня просто сердце замирает. Очень красиво. Не знаю. Мне, по крайней мере, очень сильно нравится. Не знаю, как остальным. Но, в общем-то, ладно. Двинулась я дальше по своим делишкам. Друзья мои, вы знаете, что такое закон подлости в действии? С кем это может случиться, кроме как со мной? Короче, в самую жару, достаточно далеко от дома, в машине перестал работать кондиционер. Вообще без объявления войны. Просто на ровном месте он перестал работать. Это произошло тогда. Вчера. Вчера, значит, это случилось. Я думала, что, ну, может быть, что-то заглючило, и он заработает. Ну, мало ли что, да. Я такой механик, я думаю, что заглючило, заработает. Но нет. Он вообще перестал работать, перестал дуть холодным воздухом. Исключительно вот эта, знаете, банька такая. У нас сейчас очень сильная духота. Очень сильно жарко. А я жару переношу, ну, прям, очень сильно так себе. Точнее сказать, я ее вообще не переношу просто. И сегодня весь день, практически полдня, я потратила на то, чтобы разобраться с этим кондиционером. Пришлось поездить по разным местам, дозаправить кондиционер. Хотя там фреона было еще, насколько я понимаю, по уровню больше, чем половина. А что еще там? А какая-то реле вроде бы, какое-то реле вроде бы, что-то там вышло из строя, его поменяли. Но это никак не облегчило вообще задачу. Кондиционер все равно не работал. При том, что трубка там какая-то под капотом, она ледяная. Соответственно, ну, система частично работает. В конечном счете оказалось, что нужно промыть один из радиаторов. Потому что что-то там с ним не так. И из-за этого, в общем-то, перестало холодить. Господи, как встать так? Чтоб свет падал. Вот, поехали на мойку, помыла радиатор. И вроде бы это все дело заработало. Но два дня мучений в жаре, это, конечно, то еще удовольствие. И вот опять, еще ко всему прочему, сразу она же не бывает так, чтобы, знаете, какая-нибудь хрень прилетала постепенно. Нет, она же всегда сразу массовая такая рассылка. Вот даже сейчас вы можете заметить, я говорю, и мне тяжело дышать. То есть, я снова записалась, точнее, я уже сходила к врачу, к терапевту. Потому что я чувствую, что у меня, скорее всего, рухнули опять какие-то витамины. Ну, судя по состоянию, мне же это состояние знакомо, да, когда у меня вот это вот обострение ВСД или что-то такое происходит. Оно, кстати, тоже возможно по той причине, что в последнее время мне тоже приходилось понервничать. И может быть с этим связано. Но я чувствую, что что-то, короче, опять случилось. Потому что мне тяжело дышать, не хватает воздуха, очень сильно плохо переношу жару. Давление падает. Вот такое, вы знаете, состояние размазанности полной. Вот, и мне назначили там на большое количество витаминов сдать анализы. И опять же, это при условии того, что витамины я принимаю. Я вам даже показывала, да, какие я принимаю. В общем, не знаю, что на меня так действует. Буду опять сейчас выяснять. Состояние вообще не стояние. То есть, то был момент, я этими абрикосиками как будто бы траванулась, не знаю. Теперь вот сейчас опять какое-то странное состояние. Ну, в общем, плюс еще кондиционер решил меня бросить в самый неудачный момент. Ну, слава богу, что сделали в плане того, что промыли радиатор на мойке. Ну, как промыли? Один из радиаторов, потому что второй у меня новый. Помните же, да, кто долго смотрит меня? Был момент, когда у меня вообще там разорвало и радиаторы, и патрубки, всю эту историю. И я его меняла один. А какой-то там второй, он, ну, рабочий, с ним все в порядке поменять. Не надо, вы просто промыли так снаружи, да, отбили на мойке с пеной. И машина сейчас нормально холодит, прям все замечательно. Но нужно будет еще мне проверить там давление. Ну, это так уже, да, лирическое отступление. Не знаю, девочки, как вы переносите жару. Это вообще какой-то ужас, это катастрофа. Я от жары просто умираю. Не знаю, с чем это связано. То ли с моей ВСД, то ли что. Но это вообще ужасно. Я не представляю вообще. Вот если бы я работала где-то на, не знаю, на жаре, я бы, наверное, умерла, правда. Это ужасно. Вот такая вот история на данный момент. Хочу сейчас принять прохладный душ и включить какой-нибудь сериальчик посмотреть. Кстати, про сериальчик и музыку промокод мне пока что так и не дали. Я смотрела, поэтому я жду, когда нам дадут промокод на скидку по поводу там подписки, да, на музыку, на фильмы и так далее, чтобы выгодно было пользоваться вам. Но пока что не дали, я об этом помню, не забыла, не переживайте. Но зато у нас действует промокод по поводу, знаете чего, продукция Royal Forest. Я здесь где-нибудь оставлю вам подсказку. Буквально недавно я делала заказ, показывала вам вот эти конфетки, которые фундук в шоколаде, я уже их практически все съела, девочки. На меня нападает жор, причем вечером включается, знаете, вот этой серии жрица ночная, жрица дневная. Вот у меня включается ночная, потому что вечером я просто себе эти конфетки высыпаю в вазочку. Смотрю сериальчик. И хомячу эти конфеты вообще. А та шоколадка, которая веганская с малиной, это вообще просто best of the best. Она шикарна, она великолепна. Чай тоже пьем. В общем, классно. К чему я говорю? К тому, что там промокод есть на 30% скидку и он до, по-моему, до какого-то октября действует. Так что проходите, смотрите. Как я говорила, эта продукция качественная, хорошая. Там есть суперфуды, там есть очень много полезного всякого. И шоколад полезный, и какао. Ну, в общем, всякая разная вкуснятина, которая есть и без сахара. Ну, в общем, классная. Она представлена в Табрисе. Стоит сильно дороже, чем если купить вот у официального, на официальном сайте собственного производителя. Плюс еще с нашим промокодом. Так, ладно, сейчас буду выключаться. Девочки, пойду в душ. Надеюсь, как-то прийти в себя.